всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео из рубрики автоматизирует и мы разберем плагин хорал от на этих инструмент это плагин хоруса очень классный здесь есть несколько режимов но сами ручки достаточно стандартные для любого хоруса то здесь есть частота вот это убиение и расстройство скажем так расстройки этого хорус эффекта ширина то есть мы можем сделать стереофоническим подмешивание собственно самого эффекта фидбэк этого эффекта количество голосов сколько подмешивается в целом количество вот это насколько расстраивается этот голос то есть здесь частота расстройки здесь насколько сильно расстраиваться вот эти вот в виртуальные голоса относительно нашего основного и дела это просто задержка вот этих голосов по времени относительно основного сигнала то есть принципе все понятно у меня уже здесь я сделал с помощью smart controls привязку к своему контроллеру чтобы мы также могли в реальном времени что-то крутить и слушайте то есть насколько меняется напоминаю что в этой рубрике видео мы смотрим и тестируем насколько плагин вообще полезен с точки зрения автоматизации то есть какие интересные эффекты можно получить используя его разные параметры и автоматизируя их в реальном времени ну то есть такая экспериментальная рубрика скажем так у меня этот плагин стоит на гитаре гитар у меня записано в моно то есть изначально на моно но плагин я загрузил в режиме моноту стерео чтобы просто иметь возможность делать в какой-то момент с помощью что это ручки вы из моно гитары стерео гитару отдавать послужим как сейчас это звучит то есть обычная гитара моно давайте попробуем теперь в реальном времени просто покрутить какие-то ручки и посмотреть как это будет влиять на звук но в первую очередь конечно же нужно будет добавить микса и и Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас расскажу, что здесь есть несколько режимов, то есть просто хорос чуть-чуть другого характера имеет Мне нравится режим либо Ensemble, либо Dimensions Ну вот сейчас покрутить ручки, уже могу так предварительно сказать, что самый такой интерес с точки зрения автоматизации здесь вызывает, наверное, дилей, фидбэк и может быть расширение То есть мы можем в реальном времени сделать гитару из монофонической, более стереофонической И за счет этого дилея делать интересные такие, ну не глич эффекты, но, скажем так, спецэффекты интересные, питчевые Субтитры сделал DimaTorzok Ну то есть в принципе достаточно интересная вещь, то есть можно, конечно, гитара может быть не лучшей для этого здесь вариант Она слишком такая стакатная партия сама по себе Но в любом случае, так как здесь такой эффект дилея еще есть, то есть мы можем с этим работать, делать длинный фидбэк у дилея Таким образом, то есть повторы этого хороса И, соответственно, у нас возникает такое самосатурирование и интересные звуки А маунт тоже, в принципе, можно сатурировать, но это, наверное, уже приведет к каше звука ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, вот за счет этого можно создавать такой как эффект разгона Казалось бы, из партии, которая абсолютно для этого не предназначена То есть из гитары можно в обратную сторону, если крутить фидбэк и дилей То получается такой эффект как разгона Потому что когда мы дилей ускоряем, он как бы питч его чуть повышается Давайте попробуем это сделать еще раз ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, то есть все такое даже а-ля эффект скретчинга Можно получить, ну, такое, конечно, с натяжкой, скажем так Друзья, возможно, вы еще не слышали, что у нас в Logic Pro Help Есть свой закрытый клуб с телеграм-чатом и кучей подарков для всех участников И пусть вас не пугает слово закрытый Доступ в клуб абсолютно бесплатный Проходите по ссылке в описании к этому ролику Заполняйте форму и получите ссылку с доступом к чату К нашей коллекции плагинов, сэмплов и пресетов В ту же секунду Буду рад видеть вас в чате Где уже порядка тысячи человек обмениваются опытом Помогают друг другу решать те или иные вопросы А также первыми узнают о новостях и акциях школы Logic Pro Help Жду вас там прямо сейчас Welcome! Ну и в принципе еще, наверное, до стерео расширения То есть мы сейчас попробуем Я сейчас попробую прописать эту автоматизацию Включу режим Launch Так, ну сделаем более плавным этот график Подредактируем его Ну я думаю, сразу начнем с максимального положения Ну достаточно интересный эффект Здесь также можно фидбэк резко закрыть Чтобы гитара опять стала чистой И собственно здесь тоже И я думаю, что можно автоматизировать Положение ручки ширины Таким образом вот этот восходящий эффект у нас получается Таким стереофоническим более Ну давайте попробуем еще в реальном времени здесь Изменить Rate и Amount Может тоже на что-то повлияет Я их также попробую к концу вот этой части Ускорить Точнее открыть побольше этот эффект Чтобы он вместе добавлял такое ускорение К этому разгону Ну то есть в принципе достаточно интересный эффект Получился Ну и конечно что мы можем сделать Это мы можем изменить микс То есть чтобы изначально у нас гитара Звучала тихо Без эффекта точнее И уже где-то вот когда начинается этот эффект Чтобы у нас появился этот хорус Субтитры сделал DimaTorzok Ну в принципе основные параметры так достаточно автоматизируемые То есть в этом можно найти вот такой вот смысл каких-то спецэффектов Можно делать такие вот интересные разгоны Какой-то скретч эффект Если быстро менять ручки Но конечно же для этого лучше всего пользоваться контроллером Как в моем случае То есть мышкой это нам будет неудобно делать Ну либо вы всегда можете это прописывать на графиках тех или иных параметров То есть главное опять же понять что на что влияет То есть какой характер звука появляется при каких-то вот таких изменениях И собственно это можно использовать в таком творческом положении Так что в принципе плагин достаточно автоматизируемый Ну так процентов наверное на 60-70 Потому что например сильно автоматизировать часто там микс особо смысла нет Ну фидбэк делай понятно Голоса тоже в принципе смысла нет автоматизировать То есть их можно просто поставить Режим тоже можно поставить один раз Переключение особо ничего не даст в художественном плане Ну то есть по сути самые автоматизируемые Это дилей, фидбэк и ширина Которые добавляют такой основной эффект И чуть-чуть еще добавляют эффекта рейд и амалт То есть по сути эти основные плагины Параметры которые позволяют этому плагину Прям так что-то делать интересное Ну а микс это стандартный Стандартный эффект подмешивания этого эффекта Ну что ж Я думаю что с этим плагином мы полностью разобрались В принципе им можно пользоваться Как я уже сказал Для таких вот интересных эффектов Хотя это конечно же его далеко не самое стандартное использование То есть в принципе я его предпочитаю использовать Как обычный хорус плагин Действительно в нем очень много возможностей Вот эти разные режимы позволяют Делать реально очень интересные хорусы на вокале На гитарах На синтезаторах Поэтому советую его попробовать Если у вас будет такая возможность И использовать в своих работах Ну что ж На этом в этом видео все Увидимся с вами в следующих видео уроках С вами был Дмитрий Русул Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok